МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый день. По дадзіных на 14 годин, выборы депутата у палаты представников национального сходу Республики Беларусь шостого скликання у Гомельской области отбыліся. Во усіх округах явка выборщиков перевысила 50%. На участки для голосования пришли каля 650 тысяч человек. Гэта 59% выборщиков. Такие дадзіные поведомили у областной выборчай комісії. Старшиня комісії Миколай Стош прынял делу пресс-конференции, яку сёння на протягу дня проводять Центрвыбаркам Беларуси. До размовы ёнда лучыўся пателі мості з Гомеля. Пададзіных на 14 годин у Гомельской області прагаласавала звыж 59% адагульной колькасті выборщыкаў. Миколай Стош таксам адзначыв, што ў в області працуюць 100 міжнародных назіральнікаў ізвыж 7 тысяч національных. Выконываюцца патрабаванні без бар'єрнага галасавання. Роганізаваны падвоз до участка ўжехароў адаліных населенных пунктав. Выборы проходзіць спакойна, работа на участках добра наладжана. В настоящее время, значит, в областную комісію, как вы уже говорили, значит, поступают обращэння только по вопросам, где прогаласаваць и где находится участок, то есть практически серьёзных каких-то замечаний или обращэння не поступало. У Гомельской області, до речі, адкрыта борщ за ўсё місцеў для галасаванні Україні – 1038. Нашы корэспандэнты наведалі некалькі выборчых участкаў і патікавіліся, чым кераваліся ў своім выборы вядомай людзі Гомельщаны і простое гамельчаня. Участык номер 25 Гомельской центральной выборчай округе. У спісі для галасавання каля 1300 чылавек. У их ліку старшыня Гомельскага абалвыконкама Уладзімір Дворнік. Прадъявліні членам комісії службовага пасвечэння, отрымання бюлютэня, ў які унесены 5 прозвіщаў кандыдатов. І непосредна галасавання. Керавнік в області означае, выборы депутатов палаты представніков – важная політична кампанія, адвыніка, ў якоў залежыць будушыня Беларусі. Для меня, как чылэка, который знае сьогодні економіку, чылэка, который знае сьогодні жызнь этих людей, которые живут на території, для меня важно, чтобы как можно больше людей в парламенті было з реального сектора економіки. Те, которые сьогодні знают, откуда идут или как зарабатываюцца дзеньги, и, соответственно, знают цену каждому вложенному рублю в социальну сферу. Пэтаму, канешна, надо, чтобы больше людей присуствалас сэкономіки. Самый раніцы на 25-м выборчым ўчастку Гомельской центральной выборчай округі шматлюдна. Удзіл ў галасаванні гэта махчымыць на практицы прадэмэнстраваць сваю грамадзянскую пазіцю, ад якой будз залежыць будыша развіцё краіны, перакананы намеснік прэмір-міністра Беларусі Уладзімір Сімашка. У Гомелі ёнць знаходяцца з рабочай паездкой, а таму прагаласаваў напереды дні ў Мінску. Кода я галасавал, это моя тайна, как бы, собственно, за кого я там прагаласавал, но именно с такими критерием, кода я сматарял на 5 кандидатов, значит, я прагаласав за того, за кого считаю члэк по жизни, по образованию начале, по жизни, по позиции житейской, празненой, так сказать, который достоин представлять народ в этом парламенті и што-то привнести, работая в законодательной сфері. Одным з перших у Гомелі свой выбор сёня зрабіў і славуты беларускі спортсмен, олимпійський чемпіон подзюдо 2004 года, заслужены мастер спорту Ігор Макаров. Пасля завершэня спортывны кар'еры ён адразу распачаў трэнерскую. У Гомелі адкрыл школу дзюдо, дзе праводзіць трэнерокі для дзятей. Не глядзічы на шыльны працонны графік, Ігор Макаров гаворыць, што ніколі не прапускае выбары. Олимпійський чемпіон выказывае надзію, што законотворші проєкты будучіх дэпутатов будуть накераваны у тымліку і на развіццё спорту. І признаецца журналістам, што дэпутатам парламента бачыць чалавека ў першу шаргу досвечынага. Тот, хто постарше, значы, опытней. Ну, я понимаю, молодым у нас везде дорога, но, я думаю, што опыт, он прежде все опыт. То есть, чэм старшы чалавек, чэм больше он работал, тем больше он знае. Робіць народна артэстка Беларусі Галіна Пауленок. І она завсёды прымае актыўны ўдзел у выбарах. Мастацкі керавнік обласной філармоніі лішыць, што гэтым правам павінін скорыстацца кожны свядомы грамадзянін нашай краіны. При выбарі кандыдата Галіна Пауленок вызначае три основныя крытыры. Патриатызм, аддукованосць і увага дэ людзей. Я считаю, што мы идем на правильном пуці, паэтаму каждый созыв – это просто усовершенна нашай жызні. Будем ще лучше жыць, што придут новые сілы, новые ідеі, і я думаю, што только будь лучше. На 12-м участку Гомельцкой центральной выборчай округі першым галасуе Валера Давыдзенка. Каже, што заусёды імкнеться прысті на участок рані. Празнікалькіх вілін пасля пачатку галасавання ў дзелу ім прыняў і гамельчанін Генадзь Гаршаков. З выбарам кандыдата, які, на яго думку, годны стать парламентарем, вызначыўся загадзе. Перш заусё, заходзішы з дзелавых якостю претендэнта. Не було того случаў, чтоб я не ходил на выборы. Всегда посещаю. Я выбирал кандыдата по его опыту і то, што он може зделать для народа, чтоб был грамотный, подготовленный челнэк. У Палаце культуры акціонерного товарыства Гомсельмаш открыты адразу два выбарчай участкі. Галасаванне проходзіць вельмі актыўна. Пераважная колькаць выбаршыкаў людзі сталага ўзросту, для яких абавязковы ўдел ў галасаванні жыццёвая пазіція. Да тых, хто не здольны прысті на участок самастойна, члены комісіў прыедуць дадому. Як, напрыклад, да самага старэйшага выбаршыка, зунісіных ў спісы для галасавання. Празнікалькі дзён жаншыні спаўніцца 100 гаду, але ўдел ў выбарах яна вырышыла прыняць абавязкова. У Вогулі, для допамогі со старылым і інвалідам, на участку вырышылі працягнуць воланцёров. Беспечена работа воланцёров і идеологічічіх работнікав УАО «Гомсельмаш», для того, щоб все пазылые люди смогли попасть к нам на участок, им будзе аказана необхадзімаўа помызў. Олег Сюрова, Ольга Коновалова, Дмитрий Котов, Йоген Макіенка, Сергей Лукашук, Телерадоакампанія «Гомель». Выбары на тэрыторы Гомельской області проходзіць устрога паведнасті з дзевчым законодавствам. Такую аценку даюць міжнародныя наглядальнікі. Адмісія СНД за ходам выбараў ў нашым регіоне сочаць сорак наглядальнікаў. Наталья Кануннікова ў якасті міжнароднага наглядальніка працюець сакавіка 2006-га года. Па ее словах, сёлятняя выбарчая кампанія проходзіць максимальна празрыста. Ніяких парушэнніў не выявляна. На усіх участках азначаны высокі узровень організацій выбарчага процесу, добрызычливості і святочна атмосфера. Мы обращаем внимание во-первых, на настроение членов участковой комісії, с каким настроемом они встречают не тільки нас, но і избирателі. На то, как они обращаются со списками, с бюллетенями. Обязательно наличие паспорта, обязательно доступность для наблюдателей, чтобы поле зрения находились урны для голосования. Мы обратили внимание на то, что все с утра, все было, было хорошее настроение, были уже избиратели, уже играла музыка. Поэтому я хочу сказать, что все было на уровне, на очень высоком уровне. Не перший раз, назирая за проведением выборчих кампаний у Беларуси, и размиг хумаран. На селетних выборах Йонс отшил за этапом ахитации, а так само за дотерминовым голосованием. За пошні одни Йон наведал неколькі десятка участков. Особых нарушений действующего законодательства я лично не видел. Все организовано четко, красиво. Пока все идет нормально. Мы будем объективны, беспристрастны, справедливы. Сегодня на выборчих участках у Гомельской области организованы культурная программа и выездный гандль. Так само можно отримать бесплатные консультации специалистов. Настасья Кучинская расскажет больше подробязно. Выборы для беларусов – это не только державная подея, а лея шеи свята. Традиционно у этой дзей на выборчих участках учить музыка. Тут есть что купить и на что поглядеть. Повсюдно подрихтовали выездный гандль. По доступных ценах можно набыть харчовые, промысловые товары. На некоторых участках организовали дегустации и реализацию плодогородненной продукции. Приходят, берут, у нас свежая выпечка есть, все вкусные, кулинарные изделия. Покупают, все хорошо. Святочный настрой потребляют профессийные и самодейные коллективы и выканавцы. Организованы так само консультации специалистов. Например, на выборчем участку в Гомельском доме профсоюзов працуют простойники товариства выротования на водах, Министерство по надзвышайных ситуациях, специалист банка и юрист. Усе консультации бесплатные. Те вопросы, которые они интересуют, мы можем разъяснить и они получают исчерпывающий ответ, чтобы не идти в консультацию юридическую, где любая, как вы знаете, общение с адвокатом, она требует материальных затрат. Если вопрос, который мы не сможем ответить, то мы его берем на контроль, оставляем свои координаты и в последующем можем связаться с той службой, которая рассмотрит его по существу. Настасия Кучинская, Сергей Лукашук, телерадуя компания «Гомель». И на этом пакулюсь все, протягивайте сачыц за падеми разом с нами. Наступный выпуск новина углядите у 20 годин 45 хвилин на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова